Добрый день, дорогие друзья! Хочу сегодня с вами поделиться небольшим, как сейчас называется, лайфаком. Но перед этим хотела рассказать старый анекдот, может кто-то его помнит. Он очень коротенький, но в тему. А звучит он так. Были бы у печени руки, она бы задушила горло. Ну это так вот, небольшая как бы представочка к лайфаку. Значит, хочу вас познакомить с очень простой методикой, которая называется швабротерапия. Потому что все у нас начинается с кишечника. И поэтому сейчас эту методику мы с Наташей вам продемонстрируем и покажем. Натуля. Значит, мы берем швабру. Да, можно, Анечка, упираем ее. Нет, вот к нам сюда прямо. Упираем ее в плинтус. Да, берем швабру, упираем в плинтус. И прислоняем к животу. До первой боли это обязательно. До первой боли больше не давите, потому что продукты воспаления пойдут выше по лимфе. Так, вот сюда упираем в живот. Упираемся в живот. Вот стало ощущение болевое, и я дальше уже не давлю. Никуда не давим. Сюда приходит кровь. До момента того, когда будет боль отпускать. Все. Если боль прошла, я перемещаю швабру. Да, по всему животу. По всему животу. Можно начинать с сигновидной кишки. Это с самого низа, около лапка, вот где косточка. Подержали, подержали. Перешли. Как бы вот так вот змейка идем. Можно просто в хаотичном порядке. И стоим, ждем, пока боль пройдет. Прошла, то есть не до сильной боли. Не до сильной, до первой боли, да. Вот такая полезная швабра, а также ее можно еще в других целях использовать. Можно подмести, можно сзади плечи расправить. Да, можно позаниматься. Можно как с платочком занимались, да. Можно дальше за шваброй проработать колку, пожалуйста. Вот, можете прорабатывать, чтобы не росла холка. Спинку свою покачать. Пользуйтесь. Приходите на массаж. Наши лайфхаки вам в помощь.